Учителя, прошедшие в начале учебного года медицинскую комиссию, теперь по истечению трех месяцев должны пройти ее еще один раз. Помимо привычных уже психоневрологического и наркологического диспансеров, им предложено посетить еще и венерологический на предмет заболевания сифилизом. Мы всегда ходим на обследование, на которое предписывает нас эти руководства. Никогда с нас больших денег не брали. Но дело даже не в этом. Чтобы попасть к врачу, надо выстоять огромную очередь. Туда же идут учителя со всех школ Шимкента. А мы в результате только теряем время. Письмо в школы с требованием организовать обследование пришло из венерологического диспансера за подписью главного врача. Но сама инициатор медицинской акции объясняться со съемочной группой отказалась. В чем вообще проблема? Заместите-ка сейчас, даст интервью, пожалуйста, без проблем. Впрочем, один из врачей все же смог пролить свет на истоки нетрадиционной диспансеризации. Как оказалось, по данным медицинской статистики, из 600 человек, страдающих сифилисом, которых выявили в этом году, 1% из 5 или 6 человек составляют педагоги. Но, что самое примечательное в этой ситуации, подобные приглашения получили только шимкентские учителя. У нас есть постановление об услугах по оказанию гарантированной медицинской помощи, и туда не входит это заболевание. Другая сторона вопроса. Если бы это заболевание было выявлено в ходе профосмотра, мы обязаны оказывать услуги бесплатно, вплоть до лечения. Если в нашей области действительно есть всплеск венерических заболеваний, то почему тогда не проводится всеобщая диспансеризация? Недоумевают учителя. И почему обследования они должны проводить на платной основе? Педагоги надеются, что власти помогут им ответить на этот вопрос. Даня Архудайбергенов, Николай Иванов, Константин Калашников. Информационная служба телекомпании ОТРАР.